Ремонт детских поликлиник официально завершен. Сегодня состоялось торжественное открытие последних медучреждений. Вместе с врачами и медсестрами праздничное событие отметили мэр города и министр здравоохранения республики. Помимо оценки обновленных зданий, высокие гости дали докторам новое поручение. Шестую поликлинику посещают более 19 тысяч детей. В последний раз ремонт здесь проводился больше 20 лет назад. Теперь здесь все по-новому. Поликлиника встречает пациентов ярким оранжевым цветом. Стены, рисунки на них, удобные детские уголки. Все рассчитано на то, чтобы дети не боялись этого места, а приходили к врачам с удовольствием. Однако для новой жизни одного ремонта недостаточно. После обновления здания жизнь поликлиники должна измениться, считают врачи. Руководство медучреждений намерено перестроить подход к работе всего коллектива. Мы серьезно вкладываемся в стены, красиво, тепло, уютно, в материально-техническую базу поликлинику. Но внутри хотелось бы, чтобы изменилось. Вот то все начинается со слова, с улыбки. В свою очередь, я думаю, может быть, выскажу мнение всего коллектива. Постараемся улучшить работу, организовать ее, сделать более качественно. Немало изменений после ремонта произошли и в 4-й детской поликлинике. Здесь также постарались создать комфорт для пациентов. Все диагностические службы перемещены со второго на первый этаж. Это УЗИ, ЭКГ, кабинет травматолога-ортопеда и процедурный. Появилось и новое оборудование. В кабинете врача-отоларинголога у нас появилась установка, которая во многом расширила возможности для врача и создала более комфортные условия для пациентов. Поликлиника оборудована специальным механизмом подъема детей с ограниченными возможностями на второй этаж. А узнать необходимую информацию можно через специальный экран, рассчитанный для разных категорий таких пациентов. Если это слабослышащий, на экране будет транслироваться информация в картинках. А если пациент находится на коляске, текст и изображения будут показаны ниже стандартного расположения. Если это для слепых, они могут выбрать интенсивность освещения в зависимости от того, как они видят. После капремонта осталось сдать еще несколько взрослых поликлиник. Однако на этом работа по модернизацию городской системы здравоохранения не закончится. Есть программа на 2018 год. Выделена сумма около 500 миллионов рублей на капитальный ремонт наших учреждений здравоохранения. Это тиберкулезный диспансер, наркологический диспансер. Сегодня определяем окончательный перечень объектов, которые будут отремонтированы. Сейчас готовится проектная документация для предстоящей реконструкции медучреждений и рассчитывается окончательный бюджет.